Всем привет! Это Дневник Артиста, это Пашка Языков. Еду на работу в Ильичево. Сегодня там в базе отдыха у меня концерт с шоу «Мыльных пузырей» в основе. Завтра съемки в фильме «Настоятель в Сестрорецке». Послезавтра где-то в районе, тоже в курортном районе, надо вспомнить, где подглядеть с цирковым коллективом концерт. И в воскресенье, то есть после-после-послезавтра, тоже с цирковым коллективом, с цирк-животными на сцене в сторону Мурманска. Где-то там концерт в понедельник. Возможно, после этого еще съемки, но это еще не точно. В общем, бурные дни, и это здорово. В сторону Хронштадта двигаюсь, еду вот такая вот красотень, Финско-заливистая. Туннель подземный, хоть-нибудь подводный, я бы сказал. Ну, приехал на работу раньше других, пока зал вот этот банкетно-концертный закрыт. Можно понаслаждаться озером, природой. Позвонили, сейчас подъедут, откроют. Так выглядит не служебный, не парадный вход в шоу-бизнес. Кстати, по дороге сюда такая ситуация не очень хорошая. То есть, я тоже не очень правильно поступил. Короче говоря, ежик выбежал на дорогу. Я резко по тормозам, резко маневр рулем сделал, а заднее зеркало не посмотрел. Там Мерс несся, видимо, на очень космической скорости. Ну, у него тормоза хорошие, благо. Но он обибикал меня и передо мной получил меня, резко притормозил. Ну, он, в принципе, прав. Ну, вот. Ежик не прав, что он перебегает. А, в принципе, люди не правы, что они ездят там, где бегают ежики. Вот. Как в такой ситуации вести себя? Волнительно, напряженно. Я приехал за два часа до концерта заранее. Полчаса, как обещали, открыть. Полтора часа до концерта. Даже уже чуть меньше. А я не готовлюсь. Сумки здесь стоят. Вот-вот кто-то появится и откроет. Отработал, все счастливы. Все хорошо. Сейчас главное до заправки дотянуть. С пробками не рассчитал. И завтра в пять утра встаю, завтра в съемочный день. Еду в киношке сниматься. В Петербург. Там потом на автобус. Сейчас въезжаю, видите, никого нет. Еще шести утра нет. В Питер въезжаю. А сейчас Международный экономический форум здесь проходит. И тут пробки в энное количество времени большие-пребольшие. Чего, без пяти шесть я у метро Московской. По походному одет. Еду к Черной речке. По походному, да. Ну, на Черной речке иду на Савушкино, дом 9. Там автобус должен встречать нас. Я заранее, минут за двадцать. Ну, все, отснялись. Идем к каравану, ждем. Может, еще вызовут немножечко. И едем в сторону города. Караван киношный. Говоря, предложили два варианта. Либо ждать автобус или транспорт неизвестно сколько. Либо самоходом и компенсировать проезд. Тут десять минут, как мне сказали, до остановки топаю. И дальше на 211-м до Петербурга мы в Дюмах. Завтра у меня просто концерт. Нужно готовиться. Машина у меня на Московской. Остановка Дюны, 211-й. И здесь ходит. Ждем. Сказали час. Еду с утречка. Ну, не так рано. Сегодня с 7 утра. Блескало сегодня там с эстрадно-цирковой программой. Вместе с цирковыми артистами. Вчера в киношке снимался. Сегодня с цирком работаю с одним. Развернитесь. Навигатор подсказывает, что я не так еду. Я хочу так. Другой дорогой. Не хочу платную дорогу посещать. Активно навигаторы тянут нас на платные дороги. Не нажал я на кнопочку по бесплатным дорогам ехать. Вот он тянется, чтобы я денежку платил, тратил. Кто-то это сделал. Молодец, чтобы максимально приносить себе прибыль. Опять в сторону Кронштадта еду. Опять такими дорогами тянет меня что-то в этот край. Вчера снимался там. Вчера работал на том берегу. Прям хоть с работы не уходи. Хоть там ночую. Подъезжаю к Финскому заливу, к Балтийскому морю. В сторону Кронштадта. Прям Harold к Константин. Субтитры делал DimaTorzok 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 С одной стороны я бы хотел, чтобы они были А с другой стороны хочется отдохнуть, съездить на дачку Субтитры делал DimaTorzok 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 Блиночки сушатся Некогда снимать... Традиционная Си-Тóра Длин-длин-длин-длин-длин... Заметьте уже места забронировали люди вот